Вообще опасения должны быть, но даже поехать на отдых, для этого нужно купить валюту. А если валюта обесценится по отношению к гривне, соответственно, меньше людей здоровится и будет чувствовать себя счастливыми и здоровыми. Мы привыкли, но что изменится? Влияет, постоянно влияет. Мы же ничего не можем сделать. Конечно боится. Каждый человек боится, потому что если наше государство, в том числе президент, как гаранты институции, не принимает никаких мер для того, чтобы обеспечить национальную валюту, производят всякие аферы с национальной валютой, раздают финансирование, рефинансирование банков, которые уходят в офшоры. После этого мы будем только бегеть постоянно. Поэтому мы, конечно, все боимся за валюту, потому что доходы наши на национальной валюте, они не растут. И опять же тоже вопросы к нашим властям. Не боюсь, она и будет дальше падать. Ну, покупаем доллары и все. Я не думаю, что то, что сейчас гривна упала за последние пару дней незначительно, что это грозит чем-то. Потому что Нацбанк на данный момент контролирует четко ситуацию. И я думаю, что в этом коридоре надо будет держаться 21-22. Так что возврат будет быстрый обратно. Я доверяю Нацбанку, потому что он уже себя за последнее время зарекомендовал очень неплохим регулятором. Ситуация в последние несколько месяцев держится постоянно, так сказать, под контролем. И резких падений за это время не было. И это не резкие падения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова